МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашин, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Несмотря на мировые коллизии, в Чувашии межнациональные и межконфессиональные отношения не были ничем омрачены. Но это не повод расслабляться. Сегодня глава Республики Михаил Игнатьев провел заседание антитеррористической комиссии, где были подведены итоги работы в данной области и определены дальнейшие задачи. Работа по противодействию терроризму в Чувашии ведется планомерно и постепенно. Только с прошлого года проведено более 500 мероприятий, посвященных укреплению межнациональной и межрелигиозной толерантности, которые принесли свои результаты. К Международному фестивалю языков, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и другим тематическим праздникам жители Чувашии уже привыкли и с радостью встречают новых гостей из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Также на заседании рассмотрели вопросы защищенности значимых объектов и обеспечения безопасности на всех видах транспорта. Сегодня же утвердили комплексный план по уничтожению незаконных посевов наркотических растений. Документ вынесли на обсуждение членов антинаркотической комиссии. Поля, на которых дикорастущая конопля уже была сожжена, наркополицейские проверяют каждый год. Такие места попадают в черный список, но в период операции МАК в республике выявляют и новые участки запретной травой. Только в прошлом году было истреблено более 10 ячагов. Их общая площадь превысила 14 тысяч квадратных метров. В управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков озвучили и другие цифры. Правоохранительными органами изъято более 34 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Возбуждено 494 уголовных дела против 330 в 13-м. И выявлено почти в два раза больше административных правонарушений. В республике по-прежнему стоит острая проблема с употреблением спайсов. Причем наркодельцы выдумывают новые способы продажи этих веществ. Курительные смеси реализуют в клубах, кафе и даже с помощью интернета, что называется по заказу. В зоне риска молодежь по статистике чаще всего наркотики употребляют именно подростки. Половина употребляющих эти спайсы – это незанятая молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. Это молодые люди, в основном студентского возраста или кто завершил, является выпускником среднепрофессиональных учреждений, высших профессиональных учреждений и практически они не приступили к работе общественности, органам власти всех уровней необходимо сделать соответствующие выводы и активно подключиться к решению этой проблемы. Требуется принятие дополнительных мер по борьбе с этими правонарушениями. Молодых людей необходимо мотивировать на занятия спортом. Причем те, кто обучает подростков, должны и сами давать им пример для подражания. Руководитель спортивного ведомства отмечает – курящих тренеров, отстраняют от работы. Более того, довольно часто мы используем именно посредством спорта уже детей или подростков, которые были вовлечены или начинали какие-то действия, движение в сторону наркотиков или алкоголя. Их с помощью спорта мы из этого зла вытаскиваем. И самое ключевое – это совместная работа по обучению и повышению квалификации наших педагогов. Это ключевая задача, потому что действительно новые наркотические средства, признаки внешние новые. И поэтому очень важны информирование и, соответственно, методическая поддержка. Эта работа приносит свои плоды. Количество наркозависимых людей в республике за последние годы сократилось в разы. В Дырково-Лёхе, Евгений Анисимов, Республика. Пять пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии 13 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку и совершил ДТП 15 марта. Сообщения об авариях в новостных лентах по количеству, увы, лидируют. О безопасности дорожного движения говорили накануне на правительственной комиссии. 1932 ДТП, в которых 254 человека погибли, 2406 ранены. Таков итог прошлого года. Согласно статистике, цифра, конечно, ниже, чем в 2013. В целом, по республике количество аварий сократилось на 5,7%. Подпортило картину ситуация в некоторых районах. Наибольший рост количества происшествий за регистрированной территорией Яльцевского района. Количество ДТП территории данного увеличилось на 77%. В Порецком количество ДТП возросло на 25%. Яльцев на 20%. При этом хочется отметить, что эти районы не самые высокие интенсивные движения транспортных средств. Нередко в сводке происшествия фигурируют маршрутки. Транспортная дисциплина на этом виде перевозок, как известно, страдает. О том, как ездят водители маршрутных такси, слагают анекдоты. Найдена причина многих ДТП. Маршрутки не успевают отражаться в зеркалах заднего вида. Впрочем, чаще всего бывает не до смеха. Для борьбы с такими нарушениями, как, к примеру, перегруженность, в прошлом году Госавтоинспекция провела 9 рейдов автобуса и другие мероприятия. Также среди распространенных причин ДТП назывались две российские беды – плохое состояние дорог и нетрезвые водители на них. В состоянии алкогольного опьянения в 2014 году задержано 750 водителей. Операция «нетрезвый водитель» в республике также проводится регулярно. Ольга Пырычкина, Республика. Эх, дороги! В весенний сезон помимо пыли и тумана на пути автомобилистов встречаются гораздо более серьезные неприятности. Дорожные ямы могут не только повредить автомобиль, но и создать аварийную ситуацию. Мы связались с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по городу Чубаксары и узнали, изменится ли ситуация на столичных дорогах этой весной. Особенно волнуют жителей столицы Чувашия обстановка на участке дороги по улице Энгельса. Оставляют желать лучшего участки дороги по улице Ярославская и Кривого. Если в зимнее время ямочная проблема отходила на второй план, то сегодня она требует незамедлительного решения. Каждый год в весенний сезон проводится комиссия осмотра всех дорог и определяется, что 3% поверхности, которую мы обслуживаем дорожную, оно портится после зимы. Поэтому ямочным ремонтом управление ЖКХ занимается круглогодично. Просто в настоящее время, ну зимой, февраль, март, мы занимались, мы делали ремонт холодным и литым асфальтом. Сейчас в настоящее время работает три бригады. Мы будем ремонтировать все дороги. И Энгельса, и Ярославская, и все знают автомобилисты, это больной вопрос. Там так же, как на базовом проезде, нет основания. Гарантируем, что к праздникам, к маю, и тем более к празднованию республики и дня города, дороги будут в хорошем состоянии все. Судебные приставы провели очередной рейд по взысканию задолженностей. Не вовремя уплаченные штрафы за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, распитие спиртных напитков в общественных местах могут обернуться для должников административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами на благо родного города, либо штрафом в двукратном размере. Стоит ли напоминать, что в случае своевременной уплаты дополнительные меры взыскания не применяются? Об имеющейся задолженности можно узнать на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через приложение Федеральной службы судебных приставов для мобильных устройств. В Чебоксарах остро стоит вопрос оказания медицинской помощи горожанам, которые проживают в центральной части. Раньше обслуживание вели две поликлиники центральной городской больницы, но в 2011 году одна из них была закрыта, вторая же с потоком посетителей справляется с трудом. Здание поликлиники номер 2 по проспекту Ленина 12 было построено еще в 1956 году. За 50 с лишним лет оно выработало свой ресурс и перестало отвечать санитарно-гигиеническим нормам. В связи с этим было принято решение о закрытии поликлиники и последующей реконструкции. Что сделано на сегодня? Во-первых, эскизным проектом по поликлинике номер 2 предусмотрено то, что в здании на проспекте Ленина 12 будет расположено амбулаторно-поликлиническое учреждение для оказания медицинской помощи взрослому населению и женская консультация. Также предусмотрено то, что уже на сегодня разработана проектно-сметная документация. Работы по проектно-сметной документации завершены по разработке в декабре еще 2014 года и в настоящее время указанная документация находится в инстрии на экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта 900 миллионов рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Следом за поликлиникой возвратят к жизни и соседнее здание бывшего второго роддома, где расположится консультационный центр и детское отделение. Пока в качестве временной меры в помещении городской стоматологии по проспекту Ленина, 16 выделят место для одного участка амбулаторно-поликлинического приема. Это немного упростит посещение врача ветеранам и маломобильным жителям. Свою работу кабинет начнет в начале мая. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. О сатирии не только. В Красноармейском районе Чувашии состоялось празднование 90-летия сатирического журнала «Капка». О лучших юмористических традициях узнала и наша съемочная группа. В доме культуры деревни Пикшики собрались жители со всего района. И это неудивительно любимый всеми журнал «Капкан» празднует свой юбилей. С Красноармейским районом у него давние связи. Долгие годы редактором журнала был уроженец этих мест Василий Яковлев. Журнал «Капкан», чувашский сатирический журнал «Капкан» является старейшим для всех национальных республик по и Урала, и не только. Это для нас, конечно, предмет гордости. Это, видимо, связано с тем, что чувашский народ всегда ценил, высоко ценил юмор, шутку, смех, иронию. Журнал «Капкан» издается в 48 регионах России два раза в месяц на чувашском языке. Основные читатели – сельские жители. Фильетоны, памфлеты, острые критические статьи продолжают жить на странице журнала. С помощью таких публикаций проще вскрывать пороки общества. Нештатными авторами всегда были люди из села. «Я стараюсь сплежаться с общественными корреспондентами, нашими постоянными авторами. Без них, без общественных корреспондентов журнал не будет принят народом. Изменением общественного уклада жизни, естественно, меняется и мнение, народное мнение. И все это влияет на публикации нашего журнала тоже». Как отметил Валерий Тургай, в России практически не осталось сатирических журналов подобного типа. Поэтому очень важно сохранить и приумножить читательскую любовь к журналу. Ведь, как известно, без читателя нет и издания. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Российская певица Марина Девятова находится в эти дни в Чебоксарах. Финалистка всероссийского конкурса «Народный артист-3» завоевала зрительскую любовь необычным исполнением традиционных русских песен. Концерт певицы только завтра, а сегодня она пришла в эфир «Таван-радио», чтобы в программе «Деловой обед» рассказать слушателям о себе, о своем творчестве и не только. «Марин, второй раз в Чебоксарах, да? И как впечатление? Почему вернулась обратно? Да потому что позвали, вот вернулась. Все очень просто и банально. Если зритель приходит, то почему же не сделать ему приятное во второй раз?» «Как публика наша с прошлого раза?» «Вы знаете, я, честно говоря, когда приехала в прошлый раз с тура, ну, конечно, запоминается в первую очередь всегда зал. Часто говорят, а вы вот там город, как посмотрели, успели? Я говорю, ничего вообще не успеваю, не смотрю. И в основном запоминаю зритель, точнее, запоминаю город по его декан, по месту, где работаешь. Ну и, безусловно, публика очень теплая, поющая, танцующая». Народной артистке Чуаши Августе Уляндиной тоже было о чем поговорить с коллегой. Ведь обе они заняты очень важным делом, сохраняют любовь к народному творчеству. Самые интересные моменты разговора вы сможете увидеть в авторской программе Августы Уляндиной на нашем телеканале. «Я всегда очень трепетно отношусь к своему слушателю, потому что вы не так часто увидите Марину Девятого, может быть, на федеральных каналах, но при этом, при всем, когда вы приезжаете, допустим, в Чувашскую республику, а у вас аншлаг, все говорят мне, а как это так, ты тут вот, ты же в обложках, нет хита вроде особо, нету, тут нет, но Марина Девятого приезжает и собирает, это что о чем, говорит, встретимся указ, как в свое время рассказывал, да, Иосиф Пригожин. Говорит, ребят, сколько угодно можно всего иметь, но если зритель к вам не приходит, все, артиста нет, поэтому я не знаю, и опять-таки я уверую все-таки на то, что у меня просто Господь наделил меня миссией, и я не имею права по-другому поступить, кроме как нести ее в народ». Дмитрий Ковалев, Маргарита Гартфельдер и Андрей Спиридонов. Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин